Ухотел при тпше, да. Ухотел собирает, ну, по-первых, собирает. Просто барак упал, вот как бы иллюзиями. Потрясающий мув, тут все обрадовались, о, боже. О, боже, не, ну, просто люди обрадовались, что хоть что-то произошло, как бы надпись в игре появилась. Ну и второй барак тоже падает. И мы видим очень простую доту, в которой Алхимик даже бомбил свой барак защищать и идет вниз там отбивать. Иллюзии. Американцы ничего совсем, по-моему, не понимают. Ну, упал второй барак, но тут радость бешеная, как будто Liquid выиграли доту у всех. И китайцы сидят, хотя на их месте нужно выходить и нападать, очень грозно. Не, ну они ждут, я не знаю, что они ждут. Они ждут, когда иллюзии заберут второй, третий, четвертый барак, и уж тогда все. Может быть. Да, мы пойдем. Ой, напали на СПО и убивают его. Все, Сяуэть, Стане, отлично. Цепанули ЕГМа, Магнус въезжает. Ультимейт двоих. Здесь же Сайлор, ЕГМ. ЕГМ умирает. Бульдог, Бульдог умирает моментально. Сайлор, С4, до свидания, лол. Что там вы говорили у Алхимики? Как же он наваливает? 10 секунд БКБ, пожалуйста. Пятый Рошан через за 4 минуты появится. Как же он башит Адмирал, Бульдогу и Лоди. Нужно ждать, 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 пока он на кого-то выберет свой талгет, раздавит стан и только потом в драб ревать. Потому что когда он садится на твоего кэрри, он не бьет вообще. Он тебя станет по КД. По КД Башу над кулдавницей и снова новый. Ну там просто 4 атаки в секунду. То есть как бы... Раз в секунду Баш точно будет. Рефрешер собирает Яо. Уже есть рефрешер. Слушай, а это проблемы у Альянс. То есть, если Яо опять все хорошо сделает, Алхимик успеет. Да, и теперь самый такой хороший мув для Альянсов. Это вытаскивать его на Рошана, где его можно принять и там как-либо прыгать, помешать. Потому что пока они идут в лоб, у ЛГТ как бы это смешно не звучало, но они могут сидеть на своем канале еще там минут 30-40 стабильно, пока там котел и визаж там не соберут по хексу и этого Алхимика там не перехиксируют. Все вместе. Ну надо просто МАЗ Госкептеры, есть АУЕГМ. Да, Госкептеры, Форстаф и... И так далее. А ЛОДА, кстати, опять-таки диффуза обновляет, потому что закончится у него диффуза. Ну и слоты заканчиваются уже. Что-то же надо покупать. Еще и барабаны бы продать. Даггер у Ксяуэйта. Продолжается тут война непонятная. ЛГТ отпушивают, отпушивают лайны для того, чтобы выдвинуться по карте и кого-то находить. Нюкс впервые за 30 минут зашел во вражеский лес. Посмотрели, что это, как там, ребята. То есть там кто-то есть. Что здесь вообще происходит? Какие деревья растут, да? Да. Что там, что это за чудо, чужой лес? Пятый Рошан через 2 минуты. Пятый. Ну и скажем так, первая игра очень напряженная. ЛОДА отрывала. Да, и байбэки готовятся. Все бойцы готовы к этому Рошану. Но мы видим байбэк только у Лоды и Алхимика. Нет, байбэк у Алхимика, да, у Лоды и Фуриона. То есть три кэрии, они будут идти на мясо, танковать себя все эти респалайки. Моментально будут убивать, и Котел будет его обратно возвращать. Если до этого не умрет. Да, и тут вся уже, вот вся, вся, вся карта на руках Альянсов. Которые понимают, что это делать. Ой-ой-ой, а ЛГТ хотят подраться. ДД видит ЕГМа, ЕГМа, Лол, ЕГМ живет, стан, и ЕГМ умирает здесь. Нет. Как он себя сейвит? Там блайн, стан. Вот теперь минус. Ай, Яо, рефрешер там. Раско станул, а второй раз не хочет. С4, хиксанули, Яо. Сяуэль здесь же, С4 выталкивает себя. Боже, там БКБ, вот Сайлера сейчас закончится. Уже закончилось. Не бежать. В итоге минус только один ЕГМ. А, в миде бараки падают. Лол. Иллюзия своя. Уже бараки в миде начинает бить Лода. Ну, мы понимаем, что сейчас 57-ая минута, и одна сторона это, в принципе, не важно. Но, учитывая, что там есть Фурион, это важно. Адмирал Бульдог уже понимает, что у него 6 лотов, у него байбэк надо делать что-то в этой игре. Нужно уже бегать, атаковать и наглидывать. У него есть тысяч денег. Да. Он же тоже будет обновлять себе БКБ, и, возможно, даже продавать татары, покупать там какой-нибудь дейдал, чтобы этого алхимика расщеплять. Ну да, потому что Лота здесь, в принципе, ничего не дает, там есть ГЕМ, и, понятное дело, что Бульдога все равно убивают. Да, и в такие моменты ты думаешь, что бы мы делали в Доте, если бы не было БКБ, как бы вообще бы эти китайцы играли? Не знаю. Что бы они вообще делали? 8 тысяч у Лоты, у Сайлора 6800, у Бульдога 6800. Да, Лота думает, что бомбил я клуб Пашката, открою, и такой, я свой клуб, клуб Лоты, там наберу побольше денег. С преферансами-дамами. Ну что, поехали, Рошан, пятый. Да, Лота с ДД. И ЛДД готовы, и ЛДД идут. Уже идут. Успеют? Не, они не успеют, Лола, тупо не успеют. А кому тут Таэгис надо? Таэгис нафиг, кому не надо. Надо Катлу, чтобы успеть там. Да, чтобы вызвать. Аж 4 Аэгис, да, кстати, аж 4 Аэгис. И сыр Бульдогу, вместо Лотара. Продал Лотар Бульдог. 9400 у него, 8300 у Лоды. Да, и с 4 очень бы теперь покануть какой-нибудь Густав. Потому что единственное, что его убивает, Алхимик, уже 30 минут Алхимик на него врывается, и он его пилит, пилит, как бревно. И распиливает. Это первая игра, в которой убили 5 Рошанов. Да ладно. По-моему, уже было, а может нет. И, по-моему, не последняя. Глядя на этих пацантов. Хочу 6-го, братюни! Да, и котла в 6 слотов, которые будут напиливать там уже Алхимику. Сверху. Теперь LGD нужно... 58-я минута. LGD нужно обходиться с мока. Нужно юзать смок и подкрадываться. Всю эту контору палит. Очень хотят убить вард, которые видят все их передвижения. И LGD нужно любой ценой прыгать в спину. Как только это возможно. Ну а как? То есть, как бы сейчас уже Альянсы должны понимать, что будет делать LGD. S4 врываться не будет. Это ему нафиг не надо. Он понимает, что уже поздно врываться. Да, но для начала нужно отпушить линии. Причем отпушивать их нагло. Так что, если Альянс даже ворвутся, они будут готовы сейвить и готовы врываться. Потому что, если брать драку лоб в лоб, то иллюзии Лоды, по-моему, эту игру выигрывают. Ну, напарню с Адмирал Бульдогом. Потому что пушится вверх, пушится центр. И LGD, они полностью разрываются. И снизу почти падает Тауэр. Адмирал Бульдог 10-200. Лода 5-600 что-то купила, а Тараску вторую. Адмирал Бульдог... Курица! Смотри, эта курица-то полетела за чем-то важным. И Лода может ее сейчас убивать. Неужели Рапира? Нет, это рефрешер какой-то. Для Сайлора что это такое? Это рефрешер? Для Сайлора? Или для бестмастера, который будет... И... Лода видел ее, но не успел. Смотри. Боже, это фантастика. И... И Альбол! Лода видит ДД. А Баттлфури? Зачем ему Баттлфури? Решил справляться с иллюзиями... С помощью БФ. Да. Смотри, Сайлора нарезает. Смотри, как он их нарезает. Он их с трех ударов убивает. Все. Ну, это да. И осталось теперь ему убить... Но барак-то падает! Барак-то падает! Ну, это... Им пофиг, да что. Они даже... Они даже спелы свои. А снизу-то тоже бараки падают! То есть, как бы... Здесь будут мега-крепы с такими темпами. LGT China свои нюки юзает только для того, чтобы убивать героев или крипов. Потому что, когда убивают твои барак-иллюзии, они бомбили что-то там использовать. То есть, он ставит нюкс в инвизию, и он даже не хочет, не хочет что-то этому сделать. Падает барак, плевать. 60 минут. Второй час игры сейчас пойдет, ребят. И Альянс, и Адмирал Бульдог что-то очень интересное мутит. Наверняка будет атаковать, жрать сыр. 11 тысяч денег у него. Да-да, он будет жрать сыр. Лота Манта Стайл. А нет, это Бульдог купил Манта Стайл. Вместо чего? Вместо сыра, наверняка. Но я бы на его месте танканул, потом потратил сыр, умер бы полетел на базу, взял себе Манта Стайл, или какую-нибудь рапиру, то что угодно полетел, и дальше бы начинал раздавать. Потому что пока сыр, особо полезных героев нету Альянсов. Кстати, рапиру нельзя, по-моему. Вообще нельзя. Ну, именно такой завершающий файл. Лота, две тараски, 4 тысячи кафе. Прыгает, прыгает Вейна. Ой, Хекс, ДДЦ, ДДЦ умирает? Нет. А вот теперь умирает ЕГМ. Фортап, еще один будет. И ЕГМ гостептер не успевает. Магнус Уитт, С4 умирает. Это Аэгис. Лота должен снастить базу. Фурион, Фурион несет базу, просто несет базу. Сейчас Адмирал Бульдог. И минус бараки снизу. Адмирал Бульдог забивает на драку. Есть Глиф. Есть Глиф. Есть Сайленс. Есть Сайленс. И БКП. Просто-напросто. Ультимейт. Здесь пеньки. Последний барак. Бульдог. Станк. И Лота. Грязный балак. Сайленс. Лота. Пеньки. Лота. Бьет. Птички. Это мега-крепы. А в миде, в миде еще. В миде. И птицы здесь же. И Альян задумались. Сходил ли нам байбек в такой ситуации? Или подождать? Лучше подождать. Один барак. Потому что китайцы они сейчас выйдут. Они сейчас... Тривела! Китайцы улын! Китайцы улын! А там же нет байбеков. Они думают, что нет байбеков. И как их сейчас развели. И как их развели на лоха просто. Да. И теперь... Боже, боже! И теперь, наконец-то, наша любимая LGDChina думает, а надо ли нам дальше сидеть? Надо ли нам все это время ждать и терпеть, пока нам будут бараки сносить? И они, наконец-то, делают то, что надо было делать 30 минут назад. Они идут, наконец-то, вперед. Они перешли реку, Дима. Они собрались на половину Алья. Рапира! Все. Во все тяжкие. Это улыб, это улыб. Просто улыб от LGD. Лода байбек. И LGD поехали. Они сильнее. Им надо забрать тавер. И идти на Т4. Бульдог снизу. Им надо дойти. Лода снизу. Им надо идти на трон. А лол! Лол! Сейчас будет размер тронами! Альянс проиграют! Альянс проиграют размер тронами! Это бред! Убивают котла. Лода Т4. Убивает ИГ. А нету, нету фортификейшна. LGD бараны. LGD дебилы. И просто трон. Лода Азбирал Бульдог. Просто сносит трон. Альянс! Забыдорили команду. Вот это эпично, кстати. Ну и тут трон тоже падает. Но, 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 и все-таки раньше лол! Это фантастика какая-то! Я вижу, шведский балкон ликует. Эпичнейшая игра! Эпичнейшая! 63 минуты! Заб просто стоя аплодирует. Шведский балкончик там не может нарадоваться. Но это был тотальный трэшак какой-то! Как же LGD поняли наконец-то, что как в эту дотку надо играть? Делали бы это минутой раньше, все было бы хорошо. Вау! Альянс! 1-0! Мы уходим на паузу. Аналитика и мы вернемся на вторую карту. Спасибо комментаторам. Ну и поздравляем Альянс. Не знаю, как они хотели закончить игру, и у них получилось это сделать до сих пор. Не проиграли до ни одной игры. Но что за замечательная первая игра второго дня интернешнала? Что вообще можно об этом сказать? Ну, просто лучшая игра на текущий момент. Просто бешеная игра. Как говорил Лодов при интервью, ни киллы, ни золото не имеет значения. Тимфайты и тот, кто первый, собственно, снесет базу. И как только первые бараки были снесены на топе Радиентов, все потихонечку начало катиться с горы. Джейкоб спрашивает, успели ли бы ЛГД снести трон, если бы не забирали Т3 Тауэр. Джейкоб, видимо, забыл, что трон нельзя бить, пока вы не снесли Т3 Тауэр, хотя бы на одной линии. Да, обсуждают то, что в Байдинг Лайт котла дает очень большое количество миссов, поэтому это очень помогало. Ну да, попытка контролировать всю команду Альянса с дабл-арпи. Да, конечно, обсуждают игровые моменты, когда получилось убить Аки и Айджема. Но в то же время, да, был... Потому что был БКБ на Алхимике и на Магнусе, но не на Бисмастера. Это один из тех героев, на которые мы бы его тоже пригодили. Ну, конечно, да, пять бараков не хватало у ЛГД, когда они пошли в последний пуш с рапирой, и это было единственное правильное в их ситуации решение. И две секунды, и действительно хватило бы времени ЛГД забрать трон. И говорят о том, что если бы Магнус полетел назад и просто взял Адмирал Бульдога и Фантом Лансера, лоду в арпи, а потом еще в арпи, ЛГД бы успели снести трон. Да, все может быть, на самом деле. Потому что не было возможности... У команды не было возможности замедлить ваш ДПС. Ну да, кому-то надо было присматривать за базой, чтобы сказать, что происходит в то время, когда они делали свою вылазку. Ну, тем не менее, кто-то победил, кто-то победил. Давайте поговорим о определенных моментах в игре. О игре в целом, вместо каких-то честных моментов. Отличная игра, отличная игре ССФО, конечно же, Аки. Я играл очень хорошо. Просто все обе команды замечательно себя показали, и это лучшая игра турнира на данный момент. Да, собственно, посмотрим, что Алхимик в мидгейме просто уже настолько отожрался, что он практически убивал всю команду. Да, вот, собственно, тёрнараунд, когда у Альянсов не получилось нормально сделать инициацию, Алхимик срезал нескольких суппортов, но именно навалившиеся копии... Фантом Лансера просто в итоге переворачивает полностью драку. Потому что Лода, конечно же, в тот момент тоже был жутко нафарм. Да, Лода очень старался не попадать под РП, чтобы оставаться в драке, и даже несмотря на то, что суппорты Альянсов умирали, Лода всегда дрался впоследствии вполне удачно. Лода, кажется, вообще только два раза умер за всю игру. Он очень всегда правильно и аккуратно выбирал позицию. А С4 настолько хорошо именно врывался в игру, потому что Алхимик, на котором играл Сайлор, отлично играл, контролировал карту, фармил, и у них, кроме всего остального, у LGD была замечательная связка стунов. И поэтому Алхимику получилось отлично драться, но вот именно чисто из-за того, что С4 держал от начала и до мидгейма игру на своем клокверке, это то, что позволило Альянсам, собственно, пропушиться и держать уже LGD потом на базе. Да, и кроме того, что... Кроме этого, все в Альянсе было достаточное количество итемов, они были достаточно толстые, что вспоминает ситуацию, когда для того, чтобы убить одного визажа, потребовалось 4 ульта. Да, то есть Магнус залетел, дал ульт, откатил ульт Бейстмастера, ульт Бейна, Шэдоу Грипп, и только после этого смогли забрать визажа. Ну, и LGD пикнули 5 героев со стунами, это то, что они действительно любят. Конечно, Магнус, ну, считают, что за стун тоже Финн Грипп и Бейна, тоже Дисейбл, ну, и Никс со стуном, конечно. Все, отличная связка, отличная связка героев, отличные возможности именно их комбинировать, но, как мы видим, они не успели. Не могли, к сожалению, законтреть Фантом Ланцера, как нам показывали статистику, что после 47-й минуты у него винрейт вырастает 43% за 63%. Ну да, конечно, вот сплит-пуш иллюзиями, когда он добивал Бараки, да, они защищались на нижней линии, в это время Топ просто умер. Ну да, не получалось, поскольку их держали внутри базы, все вот эти маленькие стычки. Альянс держали, держались гораздо лучше, навязывали драку так, как они хотели, разделяли героев. И, собственно, да, Диди на Никсе пытался застунать С4, и тут же его форстафили назад. То есть они держались вместе, спасали друг друга, и именно это в итоге зарешало всю игру. А, Джеймс очень хотел, чтобы кто-то имел достаточно вижена, чтобы чувствовать, когда блинканется Магнус, и форстафить его назад. Для RP в сторону. И держал кулаки, и думал, вот, давайте, это будет именно топовый момент игры. Да, но это было бы действительно. Да, замечательная игра Альянсами, но... Да, они еще раз хотят поздравить команду с точки зрения того, насколько хорошо сыграли эти команды. Но LGD, несмотря даже на то, что они проиграли, они все равно должны думать о том, что они вполне могут победить следующую игру. Да, потому что даже мы видели, что Алхимик фармился настолько, и просто наносил столько дамага, что ближе к концу игры это все равно могло пойти в любую сторону. Альянсы выиграли за счет сплитфуша. То есть еще раз спрашивают, правильно ли, то есть, может, они не перегнули ли они планку, выбрав LGD первым оппонентом, и Джейком не соглашается. Он думает, что Альянсы поступили правильно, и очень сомневается, что они необдуманно или поспешно поступили. Да, вторым выбором для Альянсов был Фанатик, и в Фанатике очень много играли с Альянсами, поэтому, несмотря на то, что они выбрали китайцев, потому что китайцев очень своеобразный, однородный стиль игры, к которому они, видно, лучше готовились. Мы идем к интервью Кейси на панел Аутворка. Как дела? Я Кейси. Здравствуй, Кейси. Здравствуй, Кейси. Какой ты назвал? Мэтт. Мэтт. Мы ознакомились с Мэттом. Скажи нам, что это значит. Это... заказал арт. Мы, собственно, видим, что... он будет пытаться, чтобы все игроки подписали рамку, и мы видим, что это два Эншента пополам, разделенные молнией и ассамблемой Доты. Они хотели сделать что-то, чтобы объединить... что-то, что могло объединить всех Доты игроков. Тут нет игроков, тут действительно... Нету героев, это просто действительно чистая главная цель в Доте. Ну, и артиста, которому заказывал Мэтту, эта картина заняла около 30 часов работы. И еще 30 он потратил на то, чтобы убедить ее делать это. Он спрашивает, как... реакция от тех людей, кто видит эту картину. Он говорит, что они пока что только здесь появились, но пока что очень классная реакция. Фотографируют, и он надеется, что он... что он хочет, чтобы все подписали. И спрашивает, то без чего автографов просто человек не уйдет отсюда. Он говорит, что он хочет абсолютно все автографы, хватит места. И он будет пытаться получить... А где потом он, собственно, повесит? И потом он думает, что уже... Что где-нибудь найдет место. Спасибо большое за то, что поделились с нами такой замечательной вещью. Ну да, собственно... Мы благодарим Кейси за интервью, и... Возвращаемся к аналитикам. И следующая игра, которую мы ожидаем, это Альянс против LGD. Вторая игра. Ну, конечно же, мы понимаем, что прошлая игра была больше часа. Надо небольшая... чуть-чуть больше паузы, чтобы перезарядиться под следующей игрой. Давайте подумаем о китайской команде. Что им надо... над чем им надо подумать, готовиться ко второй игре с Альянсом? Ну, в принципе, это так же, как и стандартная ситуация для LGD. То есть, они в первые 15 минут пытаются получить преимущество. И действительно, у них... Если бы у них постоянно было такое преимущество по голду, которое они получили под конец, это бы совсем поменяло бы ситуацию. Или не совсем. И Джейкоб говорит, что да, к сожалению, вот именно у сетапа... У сетапа LGD была отличная связка стунов, но не было потенциала хорошего для пуша таверов. Кроме того, вот Сайлор, собственно, кроме Алхивика, отлично, один из лучших лон-друидов в игре. И вот, собственно, один из героев, который их можно рассматривать для следующего матча. Все достаточно сложно идет для LGD Китая. Бруно проверял перед игрой, и кажется, что у них был именно лучший лайнап и пик, который для них подходит. И Бруно считает, что лучше они, в принципе, напикать не могли. У них с такой комбинацией 78% победы. Они только один раз проигрывали со связкой Алхимик-Магнус. Но мы видим, что в данный момент это просто не сработало, потому что им надо будет играть с тем, чем они могут, и надеяться на победу. Ну что, это была близкая игра, то есть обе команды могли победить. Они немножко сейчас расслабились. Переходя на вторую игру, поменяется ли какая-то ситуация за счет моральной... Для Альянса. Да. И поскольку у них они чувствуют, возможно, преимущество, и, может быть, они выберут что-нибудь более точное для контроля LGD в этой команде. И вот, собственно, обсуждают о том, что, возможно, получится взять Чена для Аки, и, возможно, взять Гирокоптера для Лоды, которые в этом турнире показывали себя очень хорошо, именно эти игроки на этих героях. А так, вообще, продолжать их, именно их стиль игры, агрессоров. Да, они говорят, что Альянс начинает получать преимущество в игре после 20-25... Игры с Фантом-Лансером начинают получать преимущество, именно если игры затягиваются. Это то, что мы говорили в начале, о том, что винрейт ПЛ после 47-й минуты увеличивается больше, чем на 20%. Ну и что, мы приходим к прямым предсказаниям. Кто выиграет вторую игру, и как они это выиграют? Альянс через игру Аки, Чена, прошу прощения, через отличную игру Чена или Энчантриса, или что еще они им отдадут? Броно считает, что LGD Чена выиграет приблизительно таким же пиком, просто делая все лучшее. Две секунды там, две секунды тут, и все зарешает детали. А Мерлини напоминает, что он уже раньше говорил 2-0 Альянса, и что тут еще объяснять? Мерлини говорил 2-1. Ну, теперь он уже... значит, он передумал. Он передумал. И мы переходим к игре. Ну, а на по ситуации. Ну что же, еще раз всем добрый вечер в Киеве, в Москве, в России, в Украине, в Казахстане, где бы нас не смотрели. Мы продолжаем трансляцию с второго дня плей-оффа за International A3 Альянс. LGD Gaming Чена 1-0 в пользу Альянс. Эту игру прямо в эфире на официальном русскоязычном стриме из Сиэтла, где вас комментируют Вилат и Light of Heaven. Смотрим. LGD ничего не поменяли по тактике с прошлого замеса. Понимают теперь, что если они... Ну, теперь у них есть визаж. Они теперь понимают, что если они выиграют линию и отстают на ровных, и будет держать ровное преимущество по всей игре, то у них огромные шансы выигрывать Альянс в этих замесах. Поскольку, имея даже перевес 20 тысяч, они умудрались вытаскивать. Вытаскивать каждую драку в свою пользу. И под конец чуть не выиграли. Почти 4 секунды решила судьбу. Да, ну действительно, вот тут твитер взорвался весь и так далее, что, наверное, было бы правильнее, если бы ребята из LGD не бегали за саппортами, не тратили время на бараки, а пошли бы просто на трон. Может быть, даже бы успели. Так что, кто его знает. Да, с огромной вероятностью, потому что тех же саппортов убивали саппорта команды LGD, а Альхимику нужно было постоянно бить. Что мы видим? LGD поняли, что по прошлой игре котел он им обосрал почти всю их агрессию. Но вот NS, который банит котла против Альянс постоянно, он лучше всех знает, что это такое. Альянс уже понимал, да, играя с Альянсами полгода в Европе, что у нас любит делать Альянс. И LGD стараются максимально ослабить защиту Альянсов, для того, чтобы можно было спокойно идти, набирать на ТВРА и врываться. В то время как котел это полностью... Ну, котел да, в саппорте. Гирокоптер от Альянс. Пока, опять-таки, 5-0 у них гирокоптер. Мы говорили в первой игре, что очень часто они любят брать этого героя. Опять-таки, кэри рейндж-герой. Ну, плюс, конечно же, Нага это саппорт Нага. В исполнении Аки нас ждет. Так что, в принципе, опять-таки, Альянсы берут пик хороший под себя. Да, и очень хороший против Альхимика, потому что теперь, если игра будет затягиваться в лейт, то Альхимик БКБ будет останавливаться сеткой на 6 секунд. И 6 секунд он не сможет двинуться абсолютно никуда. И также есть тот же сон, когда ты кидаешь сетку сон, и вся команда спит и смотрит, как твой Альхимик показывает новый сериал Чак Норриса. С ним в главной роли. Да-да. Новый сериал Чак Норриса. Теперь они думают, что же взять такого хорошего из дополнительных героев, потому что в прошлой игре был бисмастер, который очень долго вывозил 6-й левел Мекку, который бегал, и в целом его встан на 4 секунды в замесе, он был так себе. Ну да. Особой погоды не делал, когда там Альхимик нападал на эту цель и башил ее нон-стоп. И теперь LGD Gaming очень нужны бойцы. Бойцы, которые будут вдавать дэмэдж, именно дэмэдж за драки, чтобы помимо Альхимика были еще те, кто смогут прожимать и набирать. Пока забирают Бэйна, одного из лучших лейтовых субпортов, для того, чтобы было чем стопить того же Гирокоптера и Фуриона, драки замесе по ДПСу. И Альянс... Кристал Мейден, о! Да, Альянс делает интересный ход. Они набирают глобал. Глобал, ну не глобал, а все на замес. На замес, чтобы Нага прожимала сон, и вся команда Альянсов начинала свои ультимейты вкастовывать. Вот, кстати, по-моему, это очень неплохо даже будет заезжать. Да, это будет отлично заезжать, учитывая, что после сна они смогут занять позиции от того же Альхимика, которому тяжело будет к героям подходить. Потому что после сна они будут отжимать, и в это время Альхимика будут стопить всем, чем можно. То есть все БКБ поставить в сетке, а после Мейденка даст заветный кубик, и до свидания. Ну типа да, план вообще очень простой. Ну посмотрим, получится ли или нет. Ну что, ждем последние баны. И LG Gaming полностью повторяет почти прошлый пик. Но вместо Nux берут более сильного Санта.